Как преступники совершают самые свои такие коварные и интересные деяния. Мы больше говорим про то, в каких кустах нам лучше сидеть, чтобы этого маньяка поймать. А там может быть утопленник быть или какие-то другие истории не очень приятные. И спать после этого спокойно ты не можешь. После таких историй вряд ли можно спокойно приходить домой и забывать про работу в целом. Маньяк, он борется с собой день, неделю, месяц. Но потом рано или поздно он думает, ладно, вот еще один раз, а с понедельника все. Но если я возьму его за горло, то я испытаю некоторое, скажем так, подъем настроения, в общем. Оставьте свои контакты, это во-первых, и теперь я буду волноваться. У тебя вскочили, у тебя из-за того, мне никого за горло смотреть не хочется. Вы меня уже оба пугаете. Мне может нравиться людей бить, ну, просто физически как-то на них воздействовать. Можно я отсяду? Если ты отсядешь, то я все равно смогу тебя достать своей речью. Это тоже вид насилия, просто психологического насилия. Ученые пишут, что это равносильное, то есть равнозначное насилие. Что ударит рукой, что ударить словом. 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 Словом.